привет всем мы находимся с вами на пороге церкви петрикирхи я по-русски с таким русским акцентом это произношу как это правильно по-немецки звучит петрики вот чувствуете разницу да и естественно я не один здесь со специальным не то чтобы гостем это я гость на самом деле это можно сказать хозяин да в данном случае как зовут меня зовут герхард я конечно не хозяин я член совета общины поработать общественность очень рад что пришла сегодня общественность общественность это я всем привет для начала буквально пару слов вот давайте мы спустимся я хочу показать просто кое-что что даже я увидел и удивился вот эти бюсты замечательные здесь у нас бюст соответственно баха и там бюст идет и как они здесь появились вот как бюджет появился я к сожалению не помню он по-моему с девяносто девятого года уже здесь бах появился но два года назад полтора года назад надо сказать вот этот очень такое долгострой потому что вот этот бюст сам буст лежала у нас здесь катакомба фугла двух лет потому что здесь какие-то проблемы были с формальности понятно что поставить этот бюст нужно какое-то разрешение получить да да и это это был какой-то фонд я даже уже забыл какой но они как-то занимались этим в том числе здесь был потомок вот художника который сделал вот это бюст баха и бюст гёте и он как-то сильно задействовал вот это и в итоге вот ну сумели все вот совместным усилием как раз поставить понятно церковь это прекрасно это напомню проект замечательного александра брилова финальный претерпела на массу изменений о чем мы с вами еще будем говорить причем совершенно неожиданных особенно это касается советской истории об этом мы тоже поговорим в настоящий момент пойдете уже потихонечку с какого года вы здесь пребываете в россии но я 15 лет постоянно здесь проживаю и какого как вы оказались вот членом общины причем такой пост занимается ответственно это тоже не мне все ли все не сразу надо сказать что в германии все какого устроенного организовано по-другому а как вот например но там да в принципе все платы церковный налог и ну я от меня вообще крестили как минут два месяца и я никогда не задумался чем как организована церковь чем финансируется там что кто чем занимается просто вот церковь стоит если есть как-то скажем так внутренне потребность ходить на богослужение просто пойдешь ну и все в принципе от тебя не особо на ничего не требуется есть конечно община жизнь но нету такое необходимости участвовать обязательно но я даже не обязаловка просто вот здесь немножко случается другая естественно совершенно другая организационная форма и конечно если в германии обычно вот эта церковь стоит там где люди живут вокруг церкви а стескана к нам сюда приезжают из всего города ну потому что она не так много да не так много лютеран и соответственно как-то вот здесь больше чувство так-то комьюнити но мы как-то вот на нас как-то община-то в буквальном смысле это очень здорово пойдемте внутрь мы попадаем сначала не самый зал расскажите что это ну что это да раньше здесь люди зашли вот главный вход надо сказать раньше зашли сюда это увидели этот исторический портал и увидели через этот портал весь церковный зал с тремя этажами с тремя балконами упаковых нефа в пошел стерковный зал смотрели на картину бурлова напрямую много сейчас мы видим там небольшое помещение и бываешь и люди заходят сюда и думают о это все увидите вы видите да видит в принципе большое здание а на самом деле вот здесь внутри то такое небольшое помещение вот мы видим капеллу но раньше это был вход в церковный зал церковный зал начался прямо с первого этажа я правильно понимаю что это уже советская какая-то переделка да или как это да вот это где сейчас это висит коврик вот эта стена она появилась и советское время потому что в советское время здесь строили бассейн и это пассейн занимает часть пространства в подвале час пространство на первом этаже что раньше был церковный зал вот и находится вот это и остатки бассейна находится прямо вот за эту стену понятно пойдемте тогда как-нибудь проникнем в этот самый зал вот и сейчас надо подняться чтобы попасть церковный зал мы должны подняться на 2 или 3 это очень сложная на самом деле навигация конечно для восприятия потому что не я даже не могу припомнить чтобы в церковь в зал на первом этаже нужно было подниматься на второй обычно обычно просто есть у нас так называемый верхний храм и нижний храм да вот в русских православных церквях там ты понимаешь не здесь вот всего один большой тип увидим основная ведь основное отличие на самом деле ветеранских церквей скажем от русских православных это аскетизм минимализм то есть вывод как у нас много золота золото вы этого не любите силу понятно каких причин соответственно например вот то что у нас в руках не принято сидеть у вас люди приходят садятся и как в принципе если в среднем рассказывать как проходит служба до какое количество людей к вам приходится на как это вообще но здание очень большое как вы заметили раньше здесь в начале 20 века здесь было около 15 тысяч членов общины но в ходе какого-то всего вот истерические события сейчас у нас около 200 человек более-менее таких активных и на богослужение в одно присутствует но там скажем плюс минус 50 человек но там 30 до 80 и в год его это такое воскресенье на праздником больше но в рождество здесь 500-600 человек а вот до сих пор их пахнет хлоркой это это все с тех времен или это нет это это потому что здесь усиленно так сказать это плитка бассейна на проза да они просто на раньше было так такая синяя когда вот начали естественную конструкцию они решили покрасить сервис 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 краска а как мы можем вниз то попасть надо сейчас спрятать ключ я как раз рассказывал что у меня одна из я когда учился на гида-переводчика у меня одна из преподавательница находилась сюда плавала она помнила это время в детстве с жапочкой для бассейна естественно вниз я в антуристе учился в антуристе включая у нас сюда бывает что заходят люди которые там или первую придут на приходит на экскурсию там или просто заходка а я здесь плавал да я здесь плавал так а мы сейчас с вами поднимаемся на башню да пойдемте потихоньку это же вообще стандартная форма для церквей как нас да то эпохи конечно да вот эти поднимемся что дальше сейчас мы только на уровне на галерии но они декоративные да да у нас это как-то больше декорации у нас нет папа римского который может туда выходить да мы сейчас на уровне чердака вот если появились эти стяжки что обе башни стели в разные стороны еще в 19 веке и чтобы здесь на невском не стояла две пизанские башни завели эти стяжки у вас потрясающее чувство юмора вот поэтому я очень часто показываю раньше делали такую связь то есть очистку издания вот здесь пожалуйста осторожно с головой продевали такую железную полосу и скрепляли их по стенам объясните вот виновата в этом ваша коллега с именем анастасия она делает такие очень длинные прогулки по аневскому проспекту и если она заходит своими экспрессантами сюда мы здесь их угощаем печеньем печеньем еще глинтвейном но он глинтвейн без алкоголь а вот я хотел спросить у вас вот дело в том что у нас опять-таки в рпц там очень строго все разграничивается то есть церковь это вот для соответственно правление культа и так далее все что касается трапезы то есть еды и всего остального это вне пределах в я всегда рассказываю как в бергене я ехал на велосипедике шел дождь я промок зашел церковь и мне тут же предложили кофе и меня это так вообще порадовало вот они сидели там в углу после службы с прихожанами то есть вашей культуре на самом деле что такое вообще храм вот как бы вы описали но надо сказать что как-то мы не придаем здание зданию такую такую сакральность когда как обычно конечно помещение тогда сакрально если там проходит богослужение какие-то но в кавычках подсобные помещения вне богослужения они не такие сакральные что там но не пить кофе например вот и потом наверное что увидим еще что-то которое тоже некоторых людей удивляет мы видим катакомбы и но и потом потом поговорим еще оппоненте культуру хорошо тогда пойдемте выше тут аккуратно очень крутые ступеньки ухты вот они действующие это два которые остались из восьми вот по естественно восемь колоколов вот два осталось и раньше они были связаны с его механизмом то есть мы убили каждый час и даже каждую четверть на самом деле в другой башне есть два больших колокола которые раньше звали на богослужение они два за большим этот большой но сейчас они не рабочем состоянии то есть мы пользуемся этими колоколами сюда поднимается звонок каждого воскресенье и пять лет но четыре минуты он идет в этот большой колокола тяжело но но четыре минуты как-то ручная работа это чувствуется все таки да да вот это иногда мне приходилось это все-таки четыре минуты я даже пять минут это все таки это чувствуется в руках это время она как-то регламентирована каким-то законом до что четыре минуты нет это как-то внутренней рекламе можно сказать да понятно а вот зимой эти соответственно но это по сути у нас какие-то жалюзи получаются да они как-то чем-то закрывается или так нет они это звуковые отверстия которые специально резонируют да они должны быть такими конечно здесь кто зимой так все холодно как на улице я просто представляю себе этого зонаряка но уже то в куртке ватнике корр колокола вот они прям сохранились это не родные да они то 60-х годов девятнадцатого века и ну можете попробовать да очень даже да я понимаю что все его последний раз отлично спасибо я вижу да что дерево родное на самом деле изначально они висели только на дереве да да нет я как-то в советское время вот это как страховку вот это эти железяки спрыгнули да вот там вот у нас друзья мои невский проспект вырисовывается во всей красе эти же дома же тоже принадлежали петрикирхи раньше вот эти два дома да хорошо так ладно спасибо давайте спускаться потихонечку так теперь давайте отправимся в зал посмотрим у вас висит такая надпись что лучший орган в городе это могу объяснить это во первых один из вот так немножко такими таким лабиринтом вот у нас самый большой церковный орган санкт-петербурге и он очень хорошим состоянием как часто вас проходит здесь соответственно концерты может быть или он так во время службы вас играть не он играет то во время богослужения потому что органа музыка очень важный элемент богослужения и играть во время концертов по вторникам и субботу ваш каждый субботу каждую субботу каждый вторник у нас органы концерт на котором в которых играет играть на большом аркане надо будет привести дитя сюда как раз он очень это любит дело орган этот он был же инсталлирована позже потому что во время бассейна понятно его не было здесь вот когда закрыли церковь в тридцать седьмом году после закрытия отсюда абсолютно все вывезли абсолютно просто все что здесь было вот они просто вывезли куда угодно передали в музеи в архиве орган естественно что исторический орган нашлся уже с этого этажа он был как-то выше и шире и это был самый большой орган который тогда в то время построила компания валька немецкая агронастерская компания но и его вывезли сначала в москву потом даже в донецк и в донецк еще как-то сравнились какие-то проспектные трубы от этого истерического органа это близко что на этом органе как-то играл якобы петр шайковский но вот этим органом современный орган в донецкой уже общего не имеет а это пошел орган мы получили четыре года назад это достаточно современный орган это же очень дорого ну да конечно нет это не аккордеон это чей-то дар был или нет тут очень много у нас есть там табличка мы можем посмотреть кто участвовал там очень много людей организации которые нам помогли но вот естественно русском на немецком написано вот кто вот здесь способствовала установка большого органа и даже армянская апостольская церковь ваша соседка помогла это очень здорово на самом деле они все как-то так или иначе по нам помогли и конечно это орган я сказал немецкий но он стал больше 40 лет в швеции с такими там есть тоже немецкая община и там стоял этот арган но они сумели растереть свой истерийский орган вот этот современный орган оказался так сказать лишним но мы очень хотели здесь большой орган который больше соответствует этому пространству у нас в принципе еще второй орган есть маленький с 2 этажа на ключ вот этот вот эту дверь не закрыт спасибо мы гуляем вот кстати фотография бассейна видите вот вышка та самая которая в алтарной части стояла вот отсюда можно было нырять даже не помолившись там пару лет назад было здесь французский теолог который был слов который сказал но счетливо о чем коммунисты не подумали он сказал в принципе все которые здесь плавали может стать крещенными что было утрачено вот ну помимо органов помимо всего да в этом зале ну конечно в альтернат части висела большая альтернат картина который рисовал кальпурлов то что мы сейчас видим это не оригинал это копия в уменьшенном виде потому что мы уже потеряли один этаж по высоте ну чтобы сравнить пропорции вот это копия не оригинальных размеров утрачено еще вот здесь мы слева вот сальтерна часто видим два фрагмента росписи здесь был очень не характерно на протестантской церкви роспись такая красочно такие темного красочные узоры но это может быть наши в петербурге все такие традиции обязывает потому что так то вы в основном вас аскетичный такие в принципе да в принципе вот вид который сейчас есть больше как-то ассоциируется с протестантской церкви я хотел сказать что возможно благодаря коммунистам вы получили более аутентичный вид но нельзя аутентичный вот аутентичный вот вид был тогда но такой который в принципе родился в только то в то время и это роспись но здесь только как это роспису изначально но она была не такая обильная а в конце девятнадцатого века как-то появился не русский стиль и предъявили появление стиля модерн некий немецкий архитектор максимир мессмаха он как-то вот придумал такую роспись он именно автор то такой росписи и к сожалению здесь наверно половина как минимум утрачено на просто обвалились и обвалились вместе что и штукатурки которая была как-то съезд был склад окончательно уже как-то перестроиться в последний струй здесь все закрасываешь а вот я вижу стоит рояль да он для чего используется он используется для репетиции хора естественно и он не используется во время концерта давай мы развернёмся покажем как раз тот самый орган который благополучно прибыл к нам из швеции в традициях ну пойдемте потихонечку обратно в традициях вообще вот протестантизма если например православный человек придет на службу да то есть это позволительно это хорошо плохо как это мы открыты для всех мы никого не исключаем и ради всем которые придут мы ничего не проверяем ну вот в принципе вот если человек хочет участвовать богослужение про ну просто захотеть ну просто забывать люди которые даже спрашивают если ну я не верующий а православный там мешок еще как-то там буддист можно мы вообще-то зайти конечно открыто вот наша церковь открыта для всех и на богослужения тоже может присутствовать любой желающий может женщин могут и без платка и в джинсах побойтесь бога всегда с нами сейчас надо спуститься на первый этаж а потом дальше на покажешь паш там нас настоящим с оригинальным колоколом ну пойдемте 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 потихонечку наверх мы пока забираемся хочу напомнить что на самом деле в петербурге ведь была достаточно мощная немецкая община всегда если вы посмотрите даже придете в галерею 812 года в эрмитаже в этом найдете очень большое количество всяких генералов с немецкими фамилиями я уж молчу про бенкендорфа нашего до насили роды и всех и всех остальных и естественно это подкосило первая мировая война очень сильно во время которой кстати некоторые немцы оставшиеся в петербурге подавали прошение чтобы переделать свои фамилии либо на русский лад давайте пустим вас вперед либо на какой-то не немецкий лад в пятнадцатом году с подачи великого князя николая николаевича младшего прошли немецкие погромы в петербурге и москве кстати то же самое происходило ну а потом вторая мировая война и в общем то немецкий след практически у нас остался только в архитектуре в живописи да в некоторых фамилиях в переселенцах казахстане ухты да а вот тут уже действительно все прям по-взрослому по-настоящему да вот эти колокола раньше звали на богослужение вот именно они да и там такая конструкция прямо я вижу деревянные все сейчас они не занят да потому что вот если смотреть этот угол вот видим что там от короче балка их надо сначала заменить а потом можно подумать опять как-то запустить эти колка вижу балки какие-то отгоревшие тут пожар был да это было уже давно у меня здесь еще не было и ну было советской или постсоветский ты будешь туда залезть туда можно залезть но надо очень бы толщина можно давай я не буду рисковать здоровьем здоровьем девушки девушкам нам девушки нам еще понадобится здесь я смотрю вот эта стяжка тоже идет она идет с той стороны до промываться ну с обе стороны может там площадка не очень да пожалуйста ваш кирпич здесь тоже здесь кладка еще оригинальная вот этот колокол я сейчас сниму здесь его очень круто вот этот механизм вот мы на самом верху с улицы доносятся звуки музыкантов которые там у нас играют пойдемте в катакомбы где выход я уже потерялся смотри какой старый да я тебе про это и специально паса старая старая видите да дранка чудесно стран когда и вот эти вот тоже посмотрите вот эти вот это вот тоже кладка понимаю здесь уже никаких столиков со стульками нет я спешил гест смотри какая классная панорама а катакомбы они вообще как появились эти но то пространство которые сейчас называем катакомбами появилась именно в ходе первого этапа реконструкции то есть вот эта чаша бассейна осталось идея сейчас это серая плитка которую мы видели в церковном зале это прикрытие чаши бассейна и это чаша бассейна до сих пор занимает часть пространства исторического первого этажа и конечно и подвольный этаж ну туда входят в эти катакомбы то мы сейчас называем катакомбами какую функцию они сейчас выполняют сейчас это у нас как арт пространство то есть во первых там появилась такая роспись в стиле стрит арта который сделал американский художник мэтт лэмп вот здесь мы немножко приостановимся вот как раз видна видите какой был на самом деле богатый интерьер у церкви какая была роспись вот здесь даже цвета ну да это эскизы самого месмахера это фотографии начала 20 века вот посмотрите как служба выглядела раньше богатый алтарь а это непосредственно архитектор я всегда вам говорю что вы его знаете потому что он написал акварельный портрет наталья гончаровой жены пушкина вот он макет исторического органа да это макет исторического органа который мы здесь сделаем в ходе смотри креста нет советского после закрытия зато вот смотрите ватерболисты из бельгии и фрг гости бассейна да 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 все спорили даже международные соревнования бассейн балтийского морского пароходства так куда мы идем катакомбы ну можно сейчас посмотреть здесь в принципе вот то что сделаю вот это это проект полного полной реконструкции в пяти этапах но завершили лишь первый этап то есть дело при укрытии над чашей бассейна и на этом все пока все остальное приостановилось на это было уже 25 лет назад а все остальное что мы здесь видим это я считаю копия понятно потому что очень он техническо очень сложно стоит очень много денег еще один аспект мы здесь видим историю двадцатого века если мы убираем эту шашу убираем эти трибуны мы убираем часть истории а то что мы можем создать это лишь копия что как-то тут я здесь никогда не был ну вот здесь перед нами чаша бассейна если ты если ты думаешь что я как бы гид и я был везде то я тебя хочу удивить я не везде я не надо я не только по санным подворотнем людей вожу я вот буквально сегодня был петропавловской крепости музей истории города и снимал там проект вот эти зонтики да это был проект вот эта метка вот эта лемба он значит собрал после того как произошло 9 сентября 2011 года он значит собрал детей из 38 семей которые остались без отца без родителей и в общем они коллективно участвовали в этом творчестве и он решил что нету ненависти нету нету нет несчастья то есть толерантность любовь это был такой его вот они своды вот мы видим своды и вот мы видим на самом деле кладку уже позднее наслоение альтернативщики они здесь до петровский питер ищут а до петровский питер пойдем тебе там еще угол гир пойдем покажем здесь раньше проходила выставка металлических скульптур таких вот собачки может видел где-то анонс нет и они здесь год примерно да но я узнаю плитку да со школьной скамьи я помню эту плитку она была везде у нас кстати это тоже все работает угу да но только нео специалист можно сказать вот там вот самое интересное это вот там иди сюда там все все заложены окна да да здесь вот эта дверь мне очень нравится, здесь где-то была арка, вот хайтикерфер, пожалуйста, во всей красивом, чувствуешь, как здесь стекло, и вот эта тоже вся часть, вот мне кажется, что... То есть, действительно, это вот старая дверь? Угу, угу. Там просто раньше был как-то вход в подвал, подвал был в хозяйственном помещении, с включением небольшой части. То есть, видишь, здесь, мне кажется, арка, возможно, была заложена, видишь, вот кирпич идёт, и вот здесь вот уже какая-то бетонно-гранитная такая часть, и вот там тоже какие-то маленькие окошечки, посмотрите. Очень похоже на какое-то заложенное стрельчатое окно, не мельчное. Так вот, это как раз это до Петра, да, это до Петра, вот, это же дома, это же домосоны до Петра всё построили, А вот эти немцы, немцы, они всё переначали, они скрывают от нас что-то, какую-то историю, явно. Ничего не скрываем, даже сам мы не знаем, что здесь было, да? Вот, это, конечно, этот кусок, вот здесь нижний, вот эти альцернативщики считают, что вот это, да, наверное, это до Петровска. А, вот это до Петровска. Метлой было не видно. Да, вот это вот. А, он отбьёт током! Точно! Точно! Это... Так, потому что, когда строился город, он, это энергия, которая освобождается, и она, как бы, передаётся почему-то по тепловым сетям. Пойдёмте. Ну, вот это всё Хайцекёрпер, а Фридриха Вильгельма от Сангали, сделал своё дело, мне кажется. Да. То есть это было очень нужное запрещение. Об этом есть в моём путеводителе. У него было ведь... Да, да, Сангали, да. Ну, у него много было, у него же завод был на Лиговском проспекте, и много магазинов. И вот несколько магазинов у него было на Невском проспекте. Так, я бы ещё хотела показать одну тоже работу художника Адама Шмита. Это был тоже русский немец. Он вырос в Новосаратовске, в колонии, которая была под Петербургом. Обезначную эту историю про переселенцев. Вот ещё раз этот наш бассейн во всей красе. Сейчас мы сюда поднимемся. То есть вот она здесь начинается. А, ну понятно, да. Ну понятно, это отправляет их. И тайные собрания. Когда пастор приходил и... То есть вот он описал в 2006 году. Он сам вырос в Новосаратовке. Кстати, прожил 90 лет. Он умер только в 2011 году. Он вообще был таким художником. Ну ты знаешь, что у нас сейчас в стране есть определённая категория граждан, которые считают, что это всё так и должно было быть. Да. Что всё правильно. Все они враги народа. Слушай, ну это тема, конечно. Я практикурую всех твоими. Мы не снимаем тоже видео. Я для немецкограющих подписчиков. Я не стала эту часть снимать, потому что не хочется. Потому что давить на больную и... Ладно, пойдём туда, где крестили в советское время. Вот сюда. И вот, друзья мои, добро пожаловать в купель. Сейчас подождай, подождай мне... И, прошу обратить ваше внимание, судя по всему, коллеги сюда тоже вводят людей. Я могу методом логической дедукции заключить об этом. Мы пойдём внутрь нас. И что я здесь должен увидеть внутри? Смотри, это инсталляция Алисы Горевовой современной художницы, называется «Эксфото». То есть её инспирационом, так сказать, были витражи категорических соборов в Европе. И то есть вся фишка, если ты заходишь сюда, но они сейчас свет немножечко изменили, то есть вот, смотри... Создаётся эффект подсвеченных солнцем оттуда витража. А, да, 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 да. Создаётся, да. Вот эта вся фишка как бы, вот это была её такая концепция работы, но они как-то не стали это дальше развивать. Мне кажется, очень интересно. Да, мне вот это интересно, да. То есть если... Да будет свет. Нет, свет должен быть точечный, детка. Помнишь, мы смотрим. Они, видишь, развернутые в ухотеку. Доверимся искусствоведу. Ну, если честно, меня, конечно, больше всего поражает не... Искусство – это прекрасно, но вот это, это... Это, конечно, да. Вот оно. Вот оно. Вот оно. То есть вот там сейчас ходили? Да, мы ходили вот там. Да, там сейчас полоцерковного зала. Ну, тут можно вернуться к вопросу истории. То есть мы здесь видим историю XX века. Да, да, да. И продолжится это всё. Потому что вот если посмотреть на эти края, там, на самом деле, шаша была немножко выше, чтобы поставить конструкцию пола или конструкцию перекрытия, сняли эти края, но он ничего не поработает. Ну, так как-то временно там, потом всё равно всё снесётся. Но это состояние уже там больше 20 лет длится, и чтобы демонтировать эту шашу, демонтировать эти трибуны, это очень длительный процесс. И не дешёвый. И не дешёвый. И, конечно, вопрос, нужно ли это. В принципе, мы восстановили функции церковного зала, там проход богослужения, там органы концерты. И это пространство мы тоже используем. Ну, как мы здесь видим, мы это используем как арт-пространство, и именно как то, так сказать, в духе немецкой культуры, культурной церкви. Да, ну это, кстати, вот это очень в духе немецкого экспрессионизма. Написано. Ну, что я могу сказать? Во-первых, большое спасибо за то, что уделили нам внимание. Мы сейчас прервёмся по традиции. Небольшой нос от меня. Как Петри Кирхи, так и Heitzkerber. Первая батарея есть в моём путеводителе Невский с перцем, которую вы можете купить как у меня на сайте, так и после экскурсии. Ровным счётом точно так же и остро-социальный роман «Корень». Экскурсионный график уплотняется в преддверии сезона. Уже на этой неделе я проведу внепланную экскурсию в 20.00 в четверг по проходным дворам Петроградки до Авроры. Следите за анонсами у меня на сайте. Напоминаю, что теперь с 1 мая вся оплата будет проходить через него заранее. Поэтому покупайте билеты там. В Москве ориентировочные даты экскурсий – конец мая. Следите за анонсами, они скоро появятся. Ну а вы, во-первых, можете приходить даже на службы, как мы выяснили, приходить вот сюда, в это арт-пространство, приходить на концерты, потому что вам здесь будут рады всегда. Оставляйте комментарии, задайте вопросы. Увидимся в следующих выпусках. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...